Ну а мы продолжаем в Магнитогорске. Увидели Дональда Трампа в компании Альберта Эйнштейна и гуманоида Виталия. Это роботы, которые приехали на масштабную выставку. Среди экспонатов шлема виртуальной реальности, роботы-осьминог, первый в мире бионический дрон. Они показывали свои достижения и навыки в подражании человеку. Их создатели делились прогнозами о том, когда же роботы вытеснят людей. Репортаж Александра Пархунова. Поддержать разговор, подружиться и даже немного повредничать. Несмотря на футуристический вид, робот-осьминог Василий своим поведением похож на человека. Любит и пошутить, и похулиганить, что, конечно, производит впечатление. Он прям обнимается и разговаривает. Меня это удивило сильно. Один из самых знаменитых персонажей выставки – пермский робот-гуманоид Виталий. Он работает экскурсоводом в ЮНЕСКО, снялся в сериале на американском канале ABC и поздоровался за руку с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он очень любит говорить комплименты. Как он в городе? Где ты находишься? Красотка. Дома лучше всего. Среди роботов есть и двойники знаменитостей. Например, известный физик Альберт Эйнштейн и президент США Дональд Трамп. Последний даже выдает некоторые пророчества на будущее. Я скажу вам, что лет через 5-10 эти роботы заполонят всю планету. Эта золотая рыбка – первый в мире бионический дрон. Корейский робот движется как настоящая рыба. Он может опускаться на глубину до 10 метров. Оборудован ультразвуковыми датчиками, которые помогают ему ориентироваться и в аквариуме, и в открытой воде. Альберт Трамп! Альберт Трамп! Привезли 85 роботов с выставок в Лас-Вегасе, Пекине и Берлине. Среди них и уникальные российские разработки. Например, этот робот-помощник Бористо. Многие из них и размером, и внешним видом напоминают игрушки. Организаторы выставки уверяют, что такое впечатление обманчиво. За внешностью игрушечного робота скрывается очень серьезная технология. Как раз в форме игрушек можно протестировать, как взаимодействовать человек с роботом. И на этих игрушках отрабатываются серьезные технологии, которые в будущем, тут же, ну уже завтра, применяются в гораздо более серьезных вещах. В том числе и в космических технологиях. А пробовать технологии, которых еще нет, можно с помощью виртуальной реальности. Например, с помощью светового меча джедаев из известной киносаги порубить летающих дронов. И это не единственная возможность. Участники могут видеть разные, так же как от игр, так и до чего-то интересного. Также там можно провести обучение операциям. Можно в разных городах побывать. Один из таких городов Париж. С помощью шлема виртуальной реальности можно не просто оказаться в столице Франции, но даже полетать вокруг Эйфелевой башни. Александр Пархунов, Анастасия Яшменева, Антон Грабарев, Вадим Колотнобрыцкий. Вести. Субтитры создавал DimaTorzok